В районе города Углекорск, который контролируется незаконной организацией ДНР, 29 июня ведутся боевые действия. Как сообщает информресурс новости Донбасса, из города велась стрельба в сторону Светлодарска. В ночь с 28 на 29 активизировались боевые действия вблизи города Дебальцево, где по неподтвержденным данным силы АТУ взяли под свой контроль две высоты в Логиново, окружили Санжаровку и закрепились в двух километрах от Углекорска. На окраине Донецка новые разрушения из-за обстрела. Как сообщает сепаратистский Сайдан, в поселке есть повреждения домов и объектов инфраструктуры. По улицам СОЦ, городок 15, Петровского 301, посечен газопровод, осколками пробило крышу. Чехово 25, в нескольких квартирах вылетели окна и по улице Петровского 311, осколками повреждены крыши и окна. 28 июня в Славянске провели флешмоб. В рамках всеукраинской акции люди на Соборной площади спели гимн Украины. Сегодня впервые наш город Славянск присоединяется к патриотической акции, которая называется «Вильна Украина». Эта акция проходит по всем городам Украины. Сегодня мы будем с вами все вместе петь гимн Украины. Эстафету исполнения гимна передали другим городам Донеччины. В день Конституции Украины в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области неизвестные повредили государственный флаг и бросили его под двери поселкового совета. На место прибыли участковые, патрульная полиция, голова поселкового совета и местные активисты. «Найди мужчину, который захочет полить на крышу». «Это я найду, это во-первых. Хорошо, одну секундочку. А вы заявление напишите в милицию о сорванном флаге на административном здании?» «Это я разберусь. Я приеду сейчас же на место через 2 минуты». «Я здесь на месте вас тогда жду». Позже было выяснено, что флаг Украины был сорван неизвестными созданием опорного пункта полиции, стоящего неподалеку. При детальном осмотре на флаге обнаружены следы подошвы обуви. Спустя три недели руины детского сада на Слободке стали свободным пространством для творчества. Теперь тут будут проходить выставки, кинопоказы и другие культурные мероприятия. Проект появился в результате сотрудничества киевлян из агентства «Урбан Кураторы» и группы активной молодежи «Мариуполь-Сигравцы». «Это первый подобный проект в Мариуполе. У нас просто не было опыта реализации. У них был уже подобный опыт в других городах Украины. И с помощью их опыта и наших знаний, нашего понимания мариупольского контекста, нашего города мы вместе это реализовали». Местные жители сначала настороженно отнеслись к новой инициативе и просто наблюдали, но потом и сами присоединились к работе. «Буквально вчера мы здесь были до двух часов ночи. И пришли два человека, они уже наблюдают со старта проекта за нами. И сказали, что ребята, давайте мы вам поможем. И до двух часов ночи вместе с нами, бок о бок, просто ради интереса». «Это всё-таки, как говорят, культурно. И дети отдыхают, и в приместе дети. Я считаю, что очень хорошо. Это всё. Побольше бы у нас. Чем заваленное, так сделать его и всё. Если бы ещё это здание отремонтировали, вообще было бы замечательно». Спустя четыре месяца работы над проектом, урбан-кураторы говорят, что достигли нужного результата. Однако об успешности проекта говорить пока рано. «Никогда не знаешь, наверняка людям понравится то, что ты делаешь или нет. Изначально думать о том, что культура не нужна на Словодке, это не есть правильно. Мы посмотрим, как будут люди реагировать на это место, будут ли они сюда ходить. А что самое важное, будут ли они поддерживать эту локацию, потому что мы уезжаем. И будут ли они здесь уделять своё время и поддерживать её. И в большей степени это говорит о том, что наш проект – это эксперимент». На карте города гости могли оставить отметки в местах, где, по их мнению, не хватает культурных инициатив. Возможно, в скором времени такие уколки появятся и в других районах города. Редактор субтитров А.Семкин